По поводу, о чем я мечтала в детстве и профессии выбора, наверное, я думаю, что вот сколько я себя помню осознанно, вообще осознанно, я как-то всегда хотела быть актрисой, мне кажется, что это произошло, вот я первый раз увидела что-то там по телевизору, в гостях у сказки, какой-нибудь там Оля Ело, вот эти все детские фильмы, или Буратино, и все, я прям вот сразу мне захотелось туда, в реальность, в эти вымышленные истории, я играла все свое детство, я все время все что-то выдумывала, у меня все время была какая-то вымышленная реальность, бесконечно меня окружала, я сейчас это немножко наблюдаю в дочке, но я думаю, что у нее этого поменьше, но видимо тот же момент, и я жила только в этом, мне это было интересно, ну в какой-то момент я стала, конечно, уже учиться, там что-то, стала что-то отходить на второй план, но я помню, что все равно я держала вот эту какую-то нить, маленькую тоненькую ниточку того, что я хочу быть артисткой, это для меня как-то было очевидно, это никогда не менялось, менялись страны, режимы, политические деятели, но я как-то понимала, что я хочу быть артисткой, то есть у меня никогда не было желания быть кассиром, ну кроме самого детства, когда я думала, что кассир имеет все деньги, которые в кассе лежат, я хотела быть кассиром 40 минут точно, но вот потом все, в принципе, чтобы вот хотеть, больше я не хотела быть никем, то есть у меня никогда в жизни не хотела быть балериной, я никогда не хотела быть там продавцом, учителем, инженером, космонавтом, то есть вообще это не было никакого у меня желания, я хотела быть всегда только актрисой, но суровая реальность, и мама сказала мне, что актрисой быть тебе не нужно, и ты не подходишь, посмотри на себя в зеркало, какая ты актриса, ты будешь учительницей, потому что я учительница, дети всегда родятся, их надо учить и лечить, лечить нельзя, тебе ничего доверить нельзя, потому что ты, какого-то, угробишь, а учить научишь, ну неважно, сами научатся, так что будешь учительницей, отправила меня в педкульч, я получила у меня первое образование педагогическое, я даже много всегда об этом рассказывала, я даже успела два года параллельно учиться и поработать в школе и все такое, но хотела быть все равно актрисой, но самое смешное, что я не хотела это как-то, я, ну как бы, то есть я об этом не говорила, просто это было внутреннее какое-то знание, ну вот какое-то понимание, но я не говорила об этом много, и я как-то этого не помню, вот так вот, чтобы это как-то было осознанно, но меня как-то никто не спрашивал, Там было тяжелые годы эти, вот начало 90-х, это было какое-то вообще, там было действительно вот эти оптовые рынки, карточки, вот это все, вот какое-то было тяжелое время, там вообще не было вот этой разлюли-малины, как сейчас, кем ты хочешь быть, или там как советское совсем время. Поэтому, не знаю, я училась, как мама сказала, как надо, как там, все так и было, но у меня есть моя подруга, с которой мы как раз вместе учились в педколледже, и мы до сих пор дрожим, и она мой очень близкий, родной человек, и она мне когда-то, потом уже, ну не так давно, может быть, лет 5 назад, сказала, ты знаешь, я так, ну, удивлена тобой, потому что, вот как ты тогда, там, не какушка, маленькая девочка, там нам было почти 13-14 лет, ну, как ты тогда могла быть уверена, что ты будешь актрисой, и что ты будешь работать в театре, что ты будешь сниматься в кино, как ты могла быть уверена, а я вот ее слушала, я говорю, а я была уверена, она говорит, да, ты мне все время это говорила, а я еще тебя слушала, и внутренне, ну, как бы, внешне держалась, а внутренне, как бы, так, думала, ничего себе, ну, то есть, а я этого уже, конечно, ничего не помню, но я думаю, что я тоже бла-бла-бла, скорее всего, просто, там, воображала, там, что-то придумывала, но меня совершенно потрясло, я начала ее расспрашивать, я говорю, А что ты помнишь? Она очень подробно помнит, и она вот мне все это стала рассказывать. Меня это очень сильно удивило, потому что я буквально строила планы, я была абсолютно во всем уверена, и все, и все. Но это, видимо, я для нее как-то храбрилась, и что-то еще внутреннее, у меня не было никакой уверенности, я очень хотела и чувствовала, что мне это нужно, что это мое, и все, и все. Но, конечно, сомнений было очень много, потому что мама сделала все, чтобы сомнений не идти, все множились и множились. Но я пошла, когда я помню, что точно я осознала, что я буду бить в эту цель до победного, и что это только будет так, когда я пошла на подготовительные курсы в АМХАТ, и попала, там были педагоги, и когда мы начали заниматься, первые какие-то тренинги, первые какие-то занятия, когда просто очень много, мой первый педагог Михаил Андреевич Лобанов просто очень много чего-то рассказывал из той жизни, из актерской, там его учителя, все это, Станиславский, все. Я помню, что я вот как попала, вот знаете, как будто к какому-то автомату, как меня прибило, я как присосалась, и я четко поняла, что это мое, я точно поняла, что это то, вот это моя среда, вот это мое море, вот это абсолютно мой химический какой-то состав. И вы знаете, до сих пор я могу сказать, что я, в общем-то, о чем-то там все равно, при том, что ни о чем жалеть, конечно, не надо и глупо, но все равно о чем-то ты жалеешь периодически, особенно о чем-то местном, но я могу сказать, что глобально я никогда не пожалела, что я актриса, что я этим занимаюсь, при том, что все, что угодно было в моей жизни, и Снегурочкой я работала, и корпоративы вела, и в массовке бегала, и, ну, какие-то разные вещи, и мальчиков играла, и, в общем, только что в детских спектаклях, не, и в детском спектакле участвовала, играла принца, которого заколдовали в эту, в птицу, пела там, ну, в общем, ну, правда, недолго всего там новогодний какой-то отрезок, 32 спектакля за две недели, а так, ну, то есть много что прошло, и какие-то суровые периоды безденежья, такого ожесточенного безденежья, когда у тебя, ну, просто нету денег, ну, вообще прям нету денег. Я долгие годы, работая в театре, уже будучи совершеннолетним человеком, ездила по детскому проездному в метро, ну, который дает с учащимся, не знаю, сейчас так можно или нет, но я ездила, я благодарна до сих пор человеку, у которого мама работала в школе и доставала нам нескольким эти проездные билеты в театре. То есть я не могу сказать, что я какая-то звездень, которая куда-то попала, и сразу, значит, с первого дня как-то мой путь усеян долларами, он до сих пор, кстати, не очень усеян, но по-разному, но как бы, но я могу сказать, что никогда я все равно не пожалела, потому что я очень люблю это все, и я могу сказать, что очень много ругают артистов за там их какую-то разную жизнь, за всякие нюансы и все, много все приписывают, не знаю, у меня, вы знаете, есть такие чудесные друзья, актеры, актрисы, потрясающие, умницы, отличницы, спортсменки, серьезные, какие интересные, такие разноплановые, такие разнообразные, такие живые, такие... У меня очень много прекрасных друзей, которые реально, там, вот эти вот бесконечные, как мама мне говорила, или там кто-то еще мне говорил, что ты что, тебе будут стекло в туфли там мельчить, чтобы там в булавки там куда-то вставлять, это ужасно, зависть, сплетни, спать надо быть со всеми режиссерами, хоть бы кто предложил, понимаете, вообще нет проблем, ну, может уж я не знаю, в чем там проблема, ну, вот честно, вот я вам, вот очень моя среда, может быть, просто я притягиваю то, что мне как бы нужно и комфортно, может быть, я умею что-то фильтровать или отсекать, ну, уж это я не смогу поделиться секретом, это какая-то уже такая, органично все у меня происходит, но очень люблю свою профессию, прям люблю выходить на сцену, люблю волноваться, люблю нервничать перед тем, как выходишь там на сцену, а потом выйдешь, и нет ничего лучше, понимаете, вот люблю прям это занятие, мне кажется, что я вот попала туда, куда нужно, нет, я понимаю, что, наверное, я могу там что-то делать лучше, что-то хуже, могу кому-то нравиться, не нравиться, но если сейчас говорить просто, ну, не о том, как меня там воспринимают, а о том, каково мне, я очень люблю свою работу, очень люблю свою работу, очень довольна, и, наверное, я очень счастливый человек в этом вопросе, хотя мне всегда что-нибудь не хватает, это всегда все не то, и много всякой рефлексии, но глобально, вот если бы мне сказали, вот давай хочешь, вот ничего тебе это не будет стоить, начни жизнь заново, и вот, ну, там, с какого-то момента, и вот будешь ты успешным, там, не знаю, состоятельным юристом, или финансистом, или банковским работником, вот нет, понимаете, даже если мне будут гарантировать какую-то там ставку, нет, я очень люблю свою работу.